Коллеги, добрый день. Мы очень рады приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Наш сегодняшний вебинар проходит в новом для нас формате. Мы вещаем с видео, надеемся, вернее, уверены, вам понравится. Идущими сегодняшнего мероприятия буду я, Юлия Карпова, менеджер в работе с клиентами, и Денис Молчанов, консультант отдела транспортной логистики. А поговорим мы сегодня с вами о возможностях Axelot TMS X4 в части управления собственным парком. Вначале я расскажу ключевые факты о нашей компании. Далее уже Денис расскажет более детально про функциональные возможности в части управления собственным парком. Но уже в конце нашего вебинара мы ответим на все интересующие вас вопросы. А свои вопросы вы можете писать в окошечке, который находится с правой стороны вверху, со знаком «вопросительный знак». Ну что ж, коллеги, посаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Компания Axelot на рынке информационных технологий с 1998 года. И все это время мы занимаемся тем, что разрабатываем и внедряем программные продукты для автоматизации складской транспортной логистики. Наш центральный офис находится в Москве, есть представительство в Кирове и в Красноярске. На сегодняшний день в штате компании уже более 200 человек. Мы разработали уже 5 поколений ВМС, 4 поколения ТМС. Если говорить применительно к ВМС, мы уже 9-й год подряд являемся лидерами российского рынка по количеству реализованных проектов и объему продаж. Конечно, наши проекты мы реализовываем не только во всей России, но и в странах СНГ, с данных ближнего зарубежья. И в год мы реализовываем более сотни проектов. Причем стоит отметить, что зачастую перед автоматизацией необходимо провести бизнес-процессы, вернее, необходимо оптимизировать бизнес-процессы или выстроить их с нуля. Поэтому практически каждый пятый наш проект реализовывается с логистическим консалтингом. Стоит отметить, что более 10% выручки, годовой выручки, хочу отметить, мы тратим на разбитие программных продуктов и на разработку новых решений. На сегодняшний день автоматизировали уже более 20 тысяч рабочих мест. И после реализации наших проектов мы оказываем нашим клиентам услуги технической поддержки, в том числе и в режиме 24 на 7. Ко всем проектам мы привыкли подходить комплексно. То есть помимо оптимизации бизнес-процессов, мы автоматизируем процессы в транспортной и складской логистике, а также занимаемся автоматизацией контейнерным и портовым терминалом. Также оказываем услуги постпроектного сопровождения, ну и, конечно же, поставляем все необходимое оборудование под ключ. На сегодняшний день нашими флагманскими решениями являются Axelot MSX4. Это решение, о котором мы с вами сегодня поговорим более подробно. Axelot MSX5 – система для автоматизации склада. И Axelot – управление контейнерным и портовым терминалом. Эти решения объединяются в единую логистическую платформу AxelotX, имеют преднастроенный механизм обмена и тесная взаимосвязь между системами, что позволяет организовать единый логистический контур в вашем предприятии. Помимо разработки решений, у нас есть внутренние проекты, в рамках которых мы делимся нашим опытом с нашими клиентами. В рамках проекта в библиотеках Axelot мы берем труды мировых ведущих экспертов, переводим их на русский язык, вносим российские, адаптируем к российским реалиям, вносим кейсы уже наших работающих клиентов и выводим в свет книги не только по управлению Сколской и транспортной логистике. Хочу, наверное, сказать, что многие уже видели наши книги, кто-то их уже читал, поэтому если у кого их нет, можете приобрести нашу литературу. Ну и в рамках проекта учебный центр наши эксперты читают лекции в вузах России и, собственно говоря, делятся опытом и учат новое поколение о зам и необходимости автоматизации транспортной складской логистики. Нашими партнерами являются компания Дотерион, Граду и Axelotek. Это компании, которые входят в IT-холдинг Axelot. Компания Дотерион занимается разработкой и внедрением программных решений для интеграции различных данных и приложений и построения единого информационного контура, а также занимается нормализацией нормативно-справочной информации. Компания Граду занимается внедрением систем класса ERP, а также собственных разработок для корпоративного рынка. И компания Axelotek поставляет все необходимое оборудование под ключ для автоматизации. Если же говорить применительно к TMS, то у нас есть Android клиент для автоматизации работы водителей, поэтому все необходимое оборудование может поставить компания Axelotek. Компания Zebra – это как раз-таки ведущий производитель оборудования для автоматической идентификации. Это оборудование мы используем для автоматизации работы водителей. Xtreme – это оборудование для сети Wi-Fi, это уже по части к проектам автоматизации склада. Сетегид и Яндекс маршрутизация – это наши сторонние партнеры в наших проектах TMS для видеокартографического сервиса. И компания 1С, они останавливаться, думаю, не стоит. На сегодняшний день TMS выбрали уже более сотни клиентов. На данном слайде представлена лишь только их малая часть. Если говорить применительно к нашей сегодняшней теме, то у нас есть клиенты, которые используют более 1600 машин в собственном парке. Причем это не просто легковые машины образовые, а это еще и спецтехника, у которой свои специфические особенности по учету запчастей. Также хочется отметить, что компании различные, которые используют нашу систему, это и производственные компании, и транспортные, и дистрибьюторские. Вот, то есть система очень гибкая и подходит для автоматизации любых транспортных бизнес-процессов. Сама же Axel TMS X4 – это единственное решение на российском рынке, которое позволяет автоматизировать всю транспортную логистику, причем неважно, используете ли вы собственный транспортный парк или наемный. Система позволяет не только оптимально планировать маршруты, подбирать транспортные средства, но еще и ключевая ее задача – это консолидация в себе всех затрат и доходов на транспортную логистику. Ну и, конечно же, автоматизация работы водителей. Этот функционал тоже есть в системе. На сегодняшний день быстрыми темпами растут объемы заказов на доставку курьерскими службами или же онлайн-заказы. И бизнесу очень важно перестроить свои текущие бизнес-процессы, чтобы получать выгоду даже в текущих реалиях. Так вот, у нас есть прекрасная новость. Мы знаем, как настроить TMS в очень сжатые сроки, практически за месяц. При этом у вас появится инструмент за достаточно такие малые вложения, с помощью которого можно будет и планировать маршруты, и отслеживать доставку курьерскими службами. Поэтому, если это актуально, то в конце будут наши контакты, вы можете обращаться к нам, мы подскажем, как это сделать. Ну и на этом у меня все о компании. Сейчас я передаю слово Денису Молчанову. Он расскажет о функциональных возможностях, возможностях Axelot TMS X4 применительно к управлению собственным парком. Денис, тебе слово. Спасибо, Юля. Добрый день. Представлюсь еще раз. Меня зовут Молчанов Денис. Я являюсь консультантом компании Axelot подразделения TMS. Сегодня для вас буду вести вебинар на тему управления собственным парком в Axelot TMS. Мы рассмотрим с вами основные вопросы, которые интересуют руководителей с точки зрения возможности увеличения эффективности управления автотранспортным предприятием и возможности автоматизации. А также рассмотрим интересующие вопросы операционного персонала с точки зрения простоты и удобства работы в системе TMS. Помимо презентационного материала, мы с вами рассмотрим работу в системе TMS на примере основных процессов, протекающих в автотранспортном предприятии. Сам вебинар разделен на две части – вводную и практическую. Начнем, коллеги. Современное автотранспортное предприятие представляет собой комплекс сложных взаимодействий сотрудников с внешними партнерами и контрагентами, а также с внешними процессами доставки, снабжения, возвратной логистики, обслуживаемого предприятия. Главной целью является обеспечение исправными и укомплектованными транспортными средствами. Они должны быть укомплектованы всеми необходимыми ресурсами – водителями, экспедиторами, горюче-смазочными материалами, оборудованием, рефрижераторами, различными манипуляторами, гидробортами, а также документацией, пропусками на въезд, допусками на перевозку опасных грузов, разрешением на международные перевозки. С увеличением количества заявок на перевозку грузов увеличивается штат сотрудников, количество транспортных средств и документация. Тогда перед руководством встает вопрос об автоматизации процессов автотранспортного предприятия. В первую очередь необходимо понять, какие процессы выполняются и как нам их автоматизировать, и как вести учет. Если провести анализ процесса верхнего уровня и отразить его в виде схемы процесса IDF0, то мы увидим, что взаимодействий очень много, в рамках которых процессы автотранспортного предприятия обмениваются как материальными объектами, так и документами и информацией с внешними партнерами. Исходя из сложности процесса, у руководителя автотранспортного предприятия возникает следующий вопрос. Какими показателями можно измерить качество управления собственного автопарка? На какие показатели надежность цепи поставок и как влияет эффективность управления собственного автопарка? Сколько стоит обслуживание парка? И какие инструменты позволяют вести учет и автоматизация выполняемых процессов собственного автопарка? Для операционного персонала становятся актуальны следующие вопросы. Как вести диспетчеризацию парка и его текущее состояние? Как учитывать остатки и закупки запчастей, шин, узлов и агрегатов? Как вести учет штата водителей? Осуществлять контроль срока действия документов? Как учитывать выполненные ремонтные и технические обслуживания? Как контролировать выработку шин, узлов и агрегатов и планировать их в своевременную замену? Многим из вас знакомы данные задачи. Для решения этих задач часто используется ручной учет, введение различных таблиц в формате Excel, журнала. При таком подходе проведение аналитики требует много ручного труда для подготовки сводных таблиц и отчетов. Если мы рассматриваем деятельность автотранспортного предприятия с точки зрения процессно-составляющих, то мы должны понимать, какими показателями мы можем измерить эффективность данного процесса. Как мы все знаем, эффективная и высококачественная работа автотранспортного предприятия зависит не только от результатов перевозочной работы, но и от организации технической службы, обеспечивающей поддержание парка подвижного состава в работоспособном состоянии. Основой технической политики является система ТАИР, необходимая для обеспечения определенного уровня технического состояния подвижного состава. Для оценки эффективности управления процессами автотранспортного предприятия могу отнести два основных показателя. Это коэффициент технической готовности парка, который характеризует готовность автомобиля для выполнения перевозок. И второй – это коэффициент использования, показывающий степень использования подвижного состава. Итак, если мы говорим про показатели надежности управления собственным автопарком, то необходимо отметить важность понимания, каким образом влияет достижение приемлемых значений коэффициента технической готовности на достижение основных целей и показателей процессов цепи поставок обслуживаемого предприятия. Процессы, протекающие в цепи поставок, можно оценивать не только с финансовой точки зрения, длительность и отклика на заказ, но и с точки зрения надежности. Одним из способов оценки надежности цепи поставок является логистическое правило 7Ride. Это семь верных утверждений, при соблюдении которых мы можем говорить об идеально выполненном заказе покупателя. К правилу 7Ride относятся следующие показатели, представленные на слайде. Нужный товар, необходимого качества, в необходимом количестве, в нужное время, в нужное место, нужному потребителю и по корректной стоимости. Из приведенной схемы мы видим, что некачественное и несвоевременное обслуживание автопарка приводит к снижению технической готовности, что может влиять на следующие показатели, выдаленные серым светом, а это необходимого качества, в необходимом количестве и в нужное время. Для примера могу привести несвоевременное проведение технического обслуживания холодильного оборудования, что увеличивает риск порчи товара в процессе транспортировки. Соответственно, заказчик не получит нужный груз, необходимого качества и в нужном количестве для пополнения своих запасов. На показатели в нужное время может влиять множество факторов, когда автотранспортные предприятия не в состоянии подать своевременно транспортную погрузку по различным причинам. Несколько слов скажу о современных методах оценки показателей цепи поставок. В современной практике для оценки цепи поставок используются показатели модели скорых. Типовые показатели разделены на три уровня диагностики процессов цепи поставок, но мы рассмотрим только первый. Показатель надежности мы уже с вами проговорили. На скорость отклика на заказ покупателя может влиять такой показатель, как средне-техническая скорость подвижного состава, которая снижается с выработкой транспортных средств. В отсутствии инструментов, позволяющих учитывать расходы на транспортные средства и рентабельность выполняемых рейсов, может привести к тому, что показатель расходов на содержание транспортного средства превысит рентабельность выполняемой перевозочной работы. При этом говорить о рентабельности собственных активов сложно. Обладание нерентабельным активом в виде транспортного средства, требующего постоянного ремонта и обслуживания, будет влиять на показатель управления активом в цепочке поставок. Исходя из изложенного материала и важности управления процессами автотранспортного предприятия, можно сделать вывод, что для решения поставленных задач необходимо обладать специализированным инструментом, таким как МЭС, который уже содержит в себе весь необходимый перечень инструментов для повышения эффективности управления собственным автопарком. Основными инструментами Axelot MSX4 для управления собственным автопарком являются учет диспетчеризации, мониторинг собственного автопарка, учет и контроль остатков запчастей и выработки шин, узлов и агрегатов, контроль сроков действия документов, транспортных средств и водителей, учет ремонтных работ и контроль сроков прохождения технического обслуживания, учет расходов на собственный автопарк. Выдача путевых листов, контроль остатков горюче-смазочных материалов, учет скидок от топливных компаний и пробега транспортных средств. Коллеги, перейдем к практической части. Рассмотрим с вами основные механизмы и возможности ТМС Axelot X4. Начну я с возможности диспетчеризации и мониторинга транспортных средств. Для введения списочного состава автотранспортного предприятия предусмотрены инструменты по учету транспортных средств с возможностью оперативного контроля состояния транспортных средств, действующих закрепленных водителей, а также текущие сцепки транспортных средств и полуприцепов. Данный механизм позволяет не тратить время на звонки, написание писем по электронной почте между механиком и диспетчерами для уведомления о техническом состоянии или текущей сцепке с полуприцепом. Тем самым выполняется диспетчеризация и пользователь обладает актуальной информацией о готовности транспортных средств для выпуска на линии. В современном мире установлены спутниковое оборудование и различные датчики на транспортные средства – это уже не аксессуар, а обязательные условия для возможности выполнения перевозочной работы или даже для возможности заключения договора на оказание услуг перевозок с грузовладельцем. ТМС Axelot X4 обладает механизмами подключения к различным системам спутникового мониторинга и получения информации о текущем местоположении, истории движения, данных из датчиков, произошедшие события по ходу следования транспортного средства. В комплексе данные инструменты позволяют диспетчерам, логистам, механикам получать актуальную информацию по состоянию подвижного состава, не переключаясь между различными, не связанными между собой системами, а работать в одном рабочем месте ТМС Axelot X4. Казалось бы, учет документов, для чего он нужен и почему за их сроками необходимо следить. В качестве примера приведу ситуацию, когда организация закупает партию из 15 транспортных средств, из 15 транспортных средств в лизинговой компании, страховые пульса оформляются одним днем. Через год диспетчер, не обладая инструментами контроля за сроками действия документов, не смог выпустить на линию чуть меньше половины пар. О понесенных убытках и штрафах за срывы подачи транспортных средств говорить не стоит. ТМС Axelot X4 обладает полноценным механизмом по учету документов транспортных средств и водителей, позволяющий диспетчеру быть уверенным, что он вовремя инициирует процесс замены документа. Данный инструмент обладает возможностью хранения сканов документов, позволяющие сотрудникам получать быстрый доступ к исчерпывающей информации по документам и осуществлять их отправку заказчикам по требованию. Для контроля срока действия документов диспетчер может пользоваться цветовыми индикаторами. Продолжаем, коллеги. Использование собственного автопарка накладывает на организации соблюдение целого ряда законодательств и требований в сфере грузоперевозки. Одним из требований является выписка, учет путевых листов и движение горюче-смазочного материала. При выполнении перевозочной работы Axelot MSX4 позволяет реализовать выполнение полного цикла учета от выписки до возвращения путевого листа. Давайте рассмотрим пример с вами в системе. Для автоматизации учета путевых листов предусмотрен отдельный механизм в системе ТМС, который позволяет диспетчеру учитывать как пробег по транспортному средству, видеть информацию по какому транспортному средству оформлен данный путевой лист, видеть адрес выезда из гаража, также контролировать временные параметры выезда из гаража и возвращения в гараж. А самое главное, видеть и контролировать остатки по топливу, нормативные расходы и один из таких ключевых показателей, как экономия пережег, по которому диспетчер может оперативно получать информацию о корректности использования топлива либо о корректности назначенной нормы расхода для данной модели транспортного средства. Также присутствует возможность по учету всех заправок, произошедших в ходе выполнения рейса. В системе ТМС уже предусмотрены ряд типовых печатных форм для использования диспетчера, которые в себе содержат как печатные формы и на легковые автомобили, и на грузовые, и на спецтехнику, также на пассажирские перевозки. Документ путевой лист обладает рядом статусом, который позволяет контролировать, делать различные отборы, путевых листов при их использовании. Поговорим о оперативном контроле данных по расходу горюче-смазочных материалов. Расходы на горюче-смазочные материалы составляют значительную часть всех расходов автотранспортного предприятия. Поэтому в целях соблюдения контроля за использованием горюче-смазочных материалов и отсутствием противоправных действий со стороны водителей автотранспортное предприятие оборудует свои транспортные средства датчиками уровня топлива. Таким образом, сам контроль в соответствии объему заправки по чеку, который сдается вместе с путевым листом, и фактического объема заправленного паку выглядит следующим образом. Диспетчер, используя личный кабинет спутникового мониторинга, вручную сопоставляет объем заправок, который зафиксировал датчик уровня топлива и указан объем в чеках с автозаправочной станции. При таком подходе диспетчер тратит значительное время в ТМС Аксилот X4 реализовывая функционал по автоматическому сопоставлению объемов заправок. Данный механизм позволяет диспетчеру оперативно выявлять расхождение в топливе при закрытии путевого листа. Каким образом это выглядит? Смоделируем ситуацию. Водитель вернул путевой лист, приложил к путевому листу ряд чеков с автозаправочной станции. Диспетчер выполняет его учет, закрытие, отражает все заправки и соответственно у диспетчера потребность получить все те данные по объемам, которые зафиксировал датчик уровня топлива. Так как я уже ранее говорил, что система ТМС обладает возможностью интеграции с различными спутниковыми мониторингами, одной из возможностей является именно получение этих данных для автоматического сопоставления и получения информации по разнице. После выполнения команды заполнить, система ТМС выполняет запрос на сервер системы мониторинга, запрос обрабатывается и после получения информации мы увидим, что все зарегистрированные заправки автоматически подгружаются в табличную часть и после выполнения команды записать система нам автоматически рассчитает разницу ту, которую зарегистрировал датчик уровня топлива и тот объем заправок, который указал диспетчер именно с топливных чеков. В нашем случае расхождение получается отклонение в 13,4 литра. Но здесь надо учитывать, что датчик уровня топлива имеет определенные погрешности. Соответственно, если диспетчер при закрытии путевого листа видит, что разница составляет 50 или 100 литров, то это будет уже как сигнал для принятия какого-либо решения. Во многих компаниях используется выдача пластиковых топливных карт, по которым водители должны заправляться на определенных автозаправочных станциях. ТМС Axelot X4 поддерживает функцию учета заправок по пластиковым картам с возможностью загрузки данных от процессинговых компаний непосредственно в учетную систему. Это позволяет значительно сократить время навод информации о выполненном заправках и повысить контроль учета затрат. Вернемся опять к коллеге документу путевой лист. Продемонстрирую вам возможность загрузки данных от процессинговых компаний. Смоделируем с вами ситуацию. Водитель возвращает путевой лист, прикладывает к путевому листу ряд чеков. У диспетчера, допустим, сейчас нет достаточного количества времени обработать этот путевой лист и требуется ускорить этот процесс. Что может сделать диспетчер? Диспетчер может зайти в личный кабинет топливной компании, сформировать отчет по нужному транспортному средству и сохранить его в формате Excel. Дальше диспетчер может воспользоваться специальным механизмом, называется загрузка данных от топливных компаний. В первую очередь диспетчеру необходимо указать формат отчета, с которым в системе необходимо будет работать. Для примера я выбрал Роснефть. Далее выбрать ранее сохраненный отчет. Система автоматически подгружает все записи имеющиеся в заправках. Далее необходимо проверить то, что у нас все данные которые занесены в систему и получены в отчете они сопоставлены и система однозначно может сопоставить данные. В нашем случае мы сейчас сопоставляем виды ГСМ. После того как мы проверили что все данные сопоставлены указаны все строки для загрузки выполняем команду записать и закрыть. И возвращаемся к ранее обрабатываемому путевому листу. Переходим на вкладку где у нас отображаются все заправки и видим что все заправки полученные с помощью отчета они автоматически перенесены в документ. Таким образом мы можем ускорить процесс ввода заправок отраженных по чекам плюс выполнить автоматическую загрузку данных сдачи к уровню топлива что позволит нам значительно ускорить процесс обработки рутевых листов. Данный функционал очень положительно себя проявляет если транспортные средства большегрузные ездят в очень длительные рейсы где заправок может быть до 10 чеков сдает. Поэтому при использовании этого механизма у диспетчера восхлаждается значительное количество времени. Ну и плюс еще мы исключаем человеческий фактор когда диспетчеру нужно с 10 засаленных чеков которые пролежали там бардачки у водителя в неделю перенести качественные корректные информации по стоимости топлива и по объему. Так будем двигаться дальше коллеги. Основной статьей затрат на содержание собственного парка является ремонт и техническое обслуживание до 60% от общих затрат на транспорт. Для поддержания парка в техническом исправном состоянии необходимо вовремя проводить техническое обслуживание транспортного средства ввести статистику ремонтов в разрезе системы автомобиля в том числе для своевременного принятия решения о продаже нерентабельных транспортных средств. Для выполнения технического обслуживания и ремонта могут использоваться собственные запчасти и агрегаты. TMS Axelot X4 обладает функциональными возможностями по учету остатков запчастей и агрегатов, контроле исполнения технического обслуживания и ремонта. Сейчас мы перейдем с вами систему и более подробно разберем с вами процессы по управлению запасами запчастей и управлению запасами по оборуду. В TMS Axelot X4 реализованы возможности по учету движения запчастей. То есть мы можем с вами отражать поступление материалов, списание материалов, перемещение материалов. Ну, на примере поступления материалов. Каким образом механик может отразить закупку ряда запчастей у поставщика? С помощью документов поступления материалов механик отражает данные поставщика, на какую организацию происходит закупка, отражает весь перечень тех запчастей, что указано в первичной документации, указывает их количественные стоимостные характеристики. Также можно указать, часто требуется для бухгалтерии информация данные по первичному пакету документов. То есть указать либо УПД, либо какая еще фактура товарная накладная получена от поставщика и все их тип документа, номера и даты документа указать. После проведения данного документа остатки у нас пополняются и эти запчасти становятся доступны для использования при проведении ремонтных работ. Аналогичные инструменты и механизмы доступны для управления запасами шинами, узлами, агрегатами. Почему эти механизмы выделены отдельно? Сейчас я вам покажу на примере поступления оборудования, на примере закупки четырех шин. Агрегаты в системе TMS учитываются отдельно, потому что по каждому агрегату рассчитывается как нормативный ресурс, остаточный ресурс. поэтому для того, чтобы нам отразить поступление четырех шин, для каждой шины необходимо создать отдельную запись, плюс для каждой шины необходимо указать свой уникальный серийный номер. И в разрезе каждой шины и каждого уникального серийного номера будет происходить ее дальнейшая амортизация и учет при постановке на транспортные средства. об этом мы поговорим чуть дальше. После того, как механик отразил закупку собственных запчастей, собственных агрегатов, механик может перейти к процессу учета ремонтных работ. Первое, что вы могли отметить, то, что сам процесс выполнения ремонта, он может проходить через процесс внутреннего согласования в компании, когда механику требуется получить разрешение, например, у руководителя отдела логистики на проведение определенных ремонтных работ, которые влекут за собой резервирование денежных средств в бюджете, либо для дальнейшего проведения предоплаты на сервисную организацию. В ТМС Аксилот X4 для этого предусмотрен специальный документ, заявка на ремонт, который несет главные две цели. Первое, запланировать ремонтные работы и пройти этап согласования с согласующим лицом. В первую очередь, при создании данного документа механик указывает плановый интервал проведения ремонтных работ. Данный временной интервал, он необходим для того, чтобы автоматически транспортные средства, указанное как объект ремонта, было недоступно для постановки его на рейс, для выпуска его на линию. При этом состояние у транспортного средства будет меняться автоматически. То, о чем я ранее говорил, механику не надо звонить, писать диспетчерам, логистам, что данное транспортное средство будет проходить в этот плановый период, некое техническое обслуживание. О его состоянии даже плановом все заинтересованные лица смогут получать информацию из системы МЭС. Далее механику необходимо указать, кем будут выполняться ремонтные работы, либо сервисные организации, также есть возможность вести учет ремонтных работ, выполняемые собственными силами. Например, это может быть некий мелкий ремонт, замена дворников, замена лампочек, где-то меняют даже масло самостоятельно без поездки в сервисную организацию. Для этого мы тогда поставили признак, что ремонт выполняется собственными силами. В нашем примере мы рассматриваем на примере выполнения ремонтных работ сервисная организация. Какая здесь еще доступна информация для ввода? Для согласующего лица механик может показать плановый перечень ремонтных работ с указанием количества стоимостных параметров, которые планируется провести, а также указать перечень запчастей, которые планово планируются то, что будет использован. Очень часто механики запрашивают предварительную калькуляцию у сервисных организаций. В этом случае есть возможность присоединить файл с некой калькуляцией полученной от сервисной организации и приложить ее также для согласующего лица. Как я вам ранее показывал на примере путевого листа, у документа заявки на ремонт также присутствует определенная цепочка статуса, которая позволяет контролировать на каком из этап находится в текущий момент заявка на ремонт. Первый статус, когда механик создал документ новый, согласующий лицо при получении информации, что создана новая заявка, статус новая, рассматривает ее и дальше может принять решение уже либо согласовать, либо отменить. при положительном решении согласующее лицо меняет статус документа на согласованное, на наличие этого статуса ориентируется механик и дальше уже сигнализирует о том, что он получил эту информацию и начинает выполнять процесс ремонта, переводит статус к выполнению. Таким образом, контролирующее лицо видит все движение по всем заявкам на ремонт, какие он отклонил, какие он согласовал и по каким заявкам на ремонт начались работы. Сам процесс выполнения ремонтных работ и его пошаговое исполнение учитывается отдельным документом, называется ремонт и техническое обслуживание. В нашем случае, если мы сначала отражаем документ заявки на ремонт и процесс согласования, то уже на основании данного документа создается документ ремонт. Для чего он предназначен? Первое, также контролировать этапы прохождения ремонтных работ. Сейчас мы с вами разберем каждый статус. Как мы видим, первоначальный статус у документа ремонт запланирован, так как мы ранее с вами указали уже плановое время проведения ремонтных работ и объект ремонта в документе заявки на ремонт. Таким образом, механик видит, что данный ремонт уже был ранее запланирован. После того, как механик оформил технический путевой лист, выполнил доставку транспортного средства в сервисную организацию, сдал на ремонт ее по ранее полученной предварительной калькуляции, механик возвращается на базу, в гараж, на стоянку, механику необходимо отразить факт начала выполнения ремонтных работ. Для этого механик отражает фактическое время начала ремонтных работ и выполняет смену статуса документа на начат. Таким образом, первое, что у нас происходит? Для транспортного средства устанавливается статус «недоступный». С этого момента до момента завершения ремонтных работ транспортное средство диспетчер-логист не может поставить в рейс либо его спланировать. Таким образом, мы исключаем такую возможность у диспетчера подтвердить заявку на перевозку груза, назначить транспортное средство на завтра, на утро на погрузку, чтобы потом на следующий день не было таких ситуаций. Механик не сказал, а диспетчер не знал, срыв заявки 20% отставки претензии приходят. Мы уже таким образом стараемся исключить данные ситуации. Хорошо, из сервисной организации поступает звонок, что выполнены все необходимые ремонтные работы. Механик также оформляет технический путевой лист, едет в сервисную организацию, принимает работы, принимает транспортные средства, получает всю необходимую первичную документацию. Если были приобретены какие-то запчасти непосредственно сервисной организации, получает либо универсальный передаточный документ, либо счет-фактуру товарную накладную, получает заказ-наряд с перечнем, где указаны какие работы были выполнены. и возвращает транспортные средства на стоянку. Далее механику необходимо сделать следующее. Нам необходимо учесть всю информацию, которая отражена в первичной документации для возможности дальнейшего проведения аналитики. Об аналитике и отчетах мы поговорим с вами чуть позже. Что нам необходимо для этого сделать? Нам нужно учесть все выполненные работы, указанные в заказ-наряде. Далее отразить все запчасти. Обратите внимание, при выполнении ремонтных работ мы можем использовать как собственные запчасти, которые учитываются у нас отдельно и при проведении документа у нас остаток этих используемых запчастей будет уменьшаться. Также можем учитывать те запчасти, которые мы были вынуждены приобрести непосредственно у сервисной организации. Эта информация уже вводится с товарной накладной, с указанием стоимостных количественных характеристик с указанием ставок НДС и всего прочего. Что касательно шин узлов и агрегатов. Аналогично. Могут быть использованы собственные агрегаты либо приобретенные. На вкладке собственной мы можем отразить операции, выполняемые с установленными агрегатами на транспортные средства. Либо мы, допустим, взяли с нашего склада две запасные шины, привезли их тоже в сервисную компанию, в шинную организацию и попросили их поменять. Таким образом мы можем отражать операцию демонтажа установки с указанием с какой оси шина была демонтирована, на какую ось шина была установлена. таким образом достигается возможность учета и контроля по осной установке шин. На вкладке приобретенные указывается перечень тех шин, если вы приобретали данные агрегаты непосредственно сервисной организации. После того, как вся информация введена, все мы учли, указали фактическое время окончания ремонтных работ, механикам необходимо сообщить в системе, что транспортное средство свободно, можно его планировать в рейсы, тем самым для этого механикам необходимо установить статус для документа завершен. После установки статуса завершен, транспортное средство меняет автоматически свое состояние, диспетчера, логисты видят всю эту информацию, спокойно могут планировать дальше транспортное средство в работу. Присутствует также возможность, как я вам ранее говорил, и в заявке на ремонт, так и в документе на ремонт выполнить сканирование всей первичной документации и присоединить ее к данному документу. Таким образом будет накапливаться историческая информация при возникновении каких-то вопросов несостыковых всегда эту информацию можно будет поднять и вся эта информация хранится в одном рабочем месте от MSF4. То есть не надо прыгать куда-то там папки на сервер, где-то у кого-то что-то на рабочем столе, информация вся консолидирована и хранится в одном месте и доступна для всех заинтересованных лиц. Если выполняется много операционной деятельности, много закупок запчастей, агрегатов, выполняется много ремонтов, различные движения происходят, списания, поступления, для контроля и возможности аналитики всех этих процессов система TMS Axelot S4 обладает рядом отчетов, которые позволяют проводить аналитику в той или иной сфере. Давайте с вами посмотрим поподробнее. К примеру, первый отчет «Остатки оборота материалов из плода». Как видно из названия, понятно, что механик либо руководитель отдела автотранспортного предприятия с помощью данного отчета может видеть всю полную исчерпывающую информацию о текущем остаткам на указанный период и видеть их оценочную стоимость, то есть на какую сумму у нас хранится сейчас на остатках запчастей. Если мы говорим про агрегаты, давайте посмотрим с вами общий отчет по агрегатам. Ранее я вам уже говорил, что агрегаты у нас учитываются, для каждого агрегата заводится отдельный лукарчик с указанием уникального серийного номера, и в этом отчете механик либо руководитель всегда может проконтролировать, посмотреть, какое количество у нас сейчас шин, аккумуляторов либо прочих агрегатов имеется в наличии, где он находится. То есть у агрегата может быть несколько состояний, либо он находится на складе, либо оно установлено на транспортный связь. Ну, допустим, даже третий списан со склада, да, мы тогда здесь его не увидели бы в данном отчете. И, что очень немаловажно, возможность контроля следующим показателем, такие как полная наработка, текущая наработка, эксплуатационные нормы и остаточная выработка. С помощью этого отчета механик уже может заранее планировать замену агрегатов, у которых подходит срок уже полной выработки, либо контролировать приближение максимального срока использования каких-либо агрегатов. Здесь уже эти отчеты гибко настраиваются под необходимые задачи и цели, которые нужно именно в этот момент получить. следующий отчет агрегаты транспортных средств. Похожий отчет на предыдущий, но немножко скомпонован по-другому для возможности проведения оперативной аналитики именно какие в данный момент на транспортном средстве установлены агрегаты. Если мы сейчас поговорим про шины, то механику доступно указание какие шины на каких осях установлены. очень удобный механизм получается для большегрузного транспорта, когда один тип шин ставится на рулевую ось, потом на ведущую ось, и третий тип шин ставится на ленинг. И отдельно допустим седьмая шина, часто бывает она вообще не подходит по марке по установленным, какая-то лысенькая стоит отдельная, тоже можно ее здесь отображать и видеть какая марка именно с какой выработки стоит запасная шина. И в этом отчете также доступна информация по полной наработке, эксплуатационной норме, остаточной выработки, с помощью которого механик может делать допустим раз в месяц срез по всем агрегатам, планировать замену, исключая авральности, то что у нас оказывается пять транспортных средств уже выработали свой ресурс по шинам. Так, коллеги, и последний отчет тоже очень важный для регулярного контроля, для получения различных срезов, это отчет по выполненным ремонтам. Какую информацию здесь механик может получить? В разрезе транспортных средств механик может видеть, какие ремонтные работы были выполнены, какие запчасти, агрегаты были установлены либо заменены. И очень укропненный вид группировки можно сделать по системам автомобиля. То есть иногда список запчастей очень большой бывает, жгутики, болтики, винтики, до ста строк, грубо говоря, при крупных ремонтных работах. Но руководителю отделу очень часто необходимо видеть, допустим, списочный состав своего автопарка и стоимость ремонта в разрезе именно систем автомобиля укропненного, то есть руководителю неинтересно, где какие колодки были поменены, руководителю интересно именно сумма для принятия каких-либо различных управленческих решений, таких как о выводе даже транспортного средства из автопарка и его продажа, потому что оно может быть уже нерентабельно и на протяжении последнего полугода постоянно одни ремонты, одни ремонты происходит одно вложение денежных средств без отдачи, а такой актив в составе актива предприятия не особо то он интересен. Данный отчет позволяет получать данную информацию. В принципе, в целом, если использовать грамотно все данные механизмы, позволяет механику своевременно проводить как плановое техническое обслуживание, замену агрегатов и поддерживать автопарк в техническом исправном состоянии. Коллеги, единственное, упустил один момент, расскажу отдельно про рабочее место управления ремонтами, которое позволяет механику контролировать как списочный состав автотранспортного предприятия, но и видеть прогнозируемую дату для проведения следующего технического обслуживания, так и остаточный пробег, сколько километров осталось для проведения следующего и здесь речь идет именно про плановое техническое обслуживание. Очень удобный инструмент, когда в автопарке относительно моделей транспортных средств автопарк очень разрознен и для каждой модели транспортного средства назначаются свои нормы технического обслуживания, там может быть не одна, а две с разным количеством пробега и механику порой очень сложно проконтролировать наступление момента для проведения технического обслуживания. Еще плюс у каждого транспортного средства может быть разный пробег и эти сроки могут наступать в разные интервалы времени, хоть даже если транспортные средства были закуплены в один день у лизинговой компании одновременно поставлены на учет в системе, одно транспортное средство ездит на маленькие расстояния где-то в ближайшей области обслуживает, другое транспортное средство еженедельно ездит на 2-3 тысячи километров, соответственно у того транспортного средства, которое ездит на дальнее расстояние регулярно, срок проведения ТО наступит быстрее, и соответственно этот инструмент позволяет механику инициировать своевременно, запланировать, своевременно разместить заявку на согласование на проведение технических ремонтных работ, своевременно зарезервировать денежные средства, что в целом исключит опять же авральности, либо выяснение спустя 2 недели, что у нас там перепробег транспортного средства, который еще на гарантии уже там 10 тысяч километров, и как бы нас бы не сняли с гарантии. А транспортное средство еще новое. Так, коллеги, в принципе все, что я хотел рассказать про управление ремонтами, предлагаю тогда двигаться дальше. Разберем с вами несколько еще вопросов. Один из немало важных вопросов, которые мы уже в принципе частично коснулись, это учет и контроль выработки шин, узлов и агрегатов. Что я хочу здесь отметить, то, что для корректного учета остаточного ресурса агрегата и организации их своевременной замены, то, о чем я вам сейчас говорил, перед запуском системы необходимо качественно собрать информацию по установленным агрегатам путем проведения инвентаризации собственного автопарка. Первым шагом необходимо определить вообще по каким агрегатам нам необходимо контролировать выработки остаточной ресурси. Из практики чаще всего контролируют выработку по шинам, аккумуляторам и самим транспортным средствам. Если мы принимаем такую модель учета, тогда нам необходимо собрать следующую информацию. Первый по транспортным средствам это первичная стоимость, остаточная стоимость, дата ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, остатки и средняя стоимость горюче-смазочных материалов на момент принятия их учета транспортного средства в ТМС. И необходимо собрать информацию по нормам технического обслуживания для модели, дату и пробег, при котором было проведено последнее техническое обслуживание, а также количество осей. По каждому транспортному средству собирается информация по свободному агрегату. Для аккумулятора необходимо определить следующую информацию. Первичная неостаточная стоимость, срок полезного использования, серийный номер. Если мы ведем речь про инвентаризацию шин, тогда необходимо учесть следующую информацию. Норма пробега для данной марки шин, диаметр, высота профиля и другие прочие параметры. Также необходимо провести перепись шин, в каком количестве, на какой оси, включая запасные шины установлены. Для каждой шины необходимо указать серийный номер. Но хочу здесь отметить, часто нет возможности определить серийный номер шины на двухскатных осях. В этом случае можно применить условные серийные номера до следующей замены шин. К минусам внеплановой ревизии автопарка могу отнести ее трудоемкость, особенно на большегрузном транспорте. К плюсам относятся результаты проведения ревизии. Так очень часто лично наблюдал из-за отсутствия системы учета шин, имеющихся данные в карточках учета на работе шин и в разрозненных таблицах, которые не позволяют оперативно вносить информацию, не соответствуют реально установленным шинам, или более того, выясняется, что шины уже давно выработали свой ресурс. Выработавший ресурс шина и неорганизованная своевременная ее замена может привести, как мы знаем, к ее механическому разрушению при эксплуатации, что может привести к ДТП. А в случае проведения мероприятий по установлению причин дорожно-транспортного происшествия, наторные органы в первую очередь будут запрошены и изучены карточки учета на работе шин. И в случае, если будет установлено, что эксплуатация транспортного средства осуществлялась с выработавшими свой ресурс шинами, вина за ДТП может влечь на организацию. Сейчас, коллеги, я вам покажу, как происходит принятие транспортного средства к учету в системе ТМС и какие механизмы для этого используются. для этого используется документ принятия к учету транспортных средств и на примере тягача мы с вами разберем этот процесс. То, о чем я вам ранее говорил, подготавливается сначала вся информация относительно транспортного средства, которая указывает первичные остаточные стоимость, срок полезного использования. Вся эта информация в дальнейшем будет использоваться для расчета амортизации транспортного средства и распределения расходов. Это будет следующий наш слайд, мы в нем и поговорим об этом более подробно. Далее, мы должны зафиксировать в системе, какие у нас агрегаты с какими остаточными пробегами, на каких осях шины установлены, какие у них нормативные ресурсы, вся эта информация указывается также в системе. Это будет начальная точка отсчета по дальнейшей выработке всех агрегатов, которая нам позволяет пользоваться отчетом по агрегатам транспортных средств и видеть корректную выработку. То есть, здесь задача мало того, что приобрести ТМС, мало того, качественно ее подстроить под ваш процессы, очень важно провести качественную инвентаризацию и в систему внести качественную информацию по текущим остаткам транспортных средств. Это залог того, что использование отчетов в дальнейшей операционной деятельности будет вам система давать корректную информацию. То есть, здесь очень важно именно соблюсти все вот эти три главных составляющих. Далее, если мы говорим про тягачи, имеющие допустим, дополнительные прицепы, также эту информацию можно здесь указать. Также мы указываем тот пробег на момент принятия транспортного средства учета и проводим инвентаризацию баков на установление точного количества остаточного топлива и можно взять информацию из последних путевых листов и рассчитать среднюю стоимость того топлива, которое находится в баке. Что касательно показателя последних технических обслуживаний. Именно от этой информации, которую мы указали на этой вкладке, то рабочее место для контроля сроков прохождения технического обслуживания системы будет отталкиваться именно первично от этой информации. То есть, на каком периоде нам необходимо будет провести следующий плановый ТО. понимаете все, что если мы здесь какую-то информацию взяли из головы, указали какую-то дату несоответствующей действительности, несоответствующий пробег, и потом не стоит будет удивляться, что рабочее место укажет то, что нам еще до прохождения плана 30 тысяч километров, а когда у нас перепробег уже 40 тысяч. Поэтому на этот пункт при запуске системы необходимо обращать внимание. Таким образом происходит принятие транспортного средства к учету своего рода это ввод начальных остатков по транспортному средству. То есть это та стартовая точка, которую используют системы для всех дальнейших движений, амортизации и учета последующих технических обслуживаний. Давайте, коллеги, поговорим с вами об учете прямых и косвенных затрат. Немножко такая тема емкая, оставил ее на последний слайд. Что я хочу здесь вам рассказать? То, что калькуляция затрат нагрузы перевозки может быть эффективно решена в рамках ТМС-системы. В ТМС-системах предусмотрена возможность учитывать все виды затрат, распределяя их на конкретные рейсы, заявки на перевозки или пропорционально различных параметров. масса, объем, расстояние, а также возможно комбинация этих параметров, распределение по тонну километра, например. Только такая структура учета затрат может дать правдивую картину о доходах и расходах по различным видам деятельности разрезом учета. В случае использования услуг сторонних перевозчиков калькуляция затрат выглядит достаточно просто, а в случае использования собственного парка несколько сложнее. Во втором случае необходимо учитывать не только прямые затраты на выполнение конкретного рейса, топлива, выработка шин, выплаты водителя, но и посленные затраты, такие как аренда офиса, амортизация транспорта, обслуживание. Их нужно в последующем распределять на каждой перевезенной груз. Данный подход позволяет ответить на вопрос, часто все задают руководителя, что выгоднее использования собственного транспорта или пользоваться услугами сторонних перевозчиков. Именно использование механизма по учету затрат может дать ответ точно, а что нам будет выгоднее и лентабельнее использовать. На данном слайде я постарался отразить весь перечень тех расходов, которые можно учитывать в ТМС при использовании собственного автопарка. Амортизация подвижного состава. Амортизация транспортных средств списывается при закрытии месяца в зависимости от остаточной стоимости транспортных средств и срока полезного использования, который мы задаем. Предыдущая демонстрация была в документе принятия в учет транспортных средств. Опять же, мы подходим к тому, что необходимо эту информацию корректно вводить, либо у нас амортизация транспортного средства будет рассчитываться в систему некорректно. Только потому, что мы решили где-то приблизительно какие-то данные, либо, уточнив в бухгалтерии, указать самостоятельно и начать выполнять операционную деятельность. Расходы на горюче-смазочные материалы. Как мы все понимаем, они учитываются при закрытии документов путевого листа. То есть в документе путевого листа у нас фиксируется пробег, фиксируется сколько у нас конечный остаток, исходя из рассчитанного конечного остатка мы понимаем и с учетом еще сколько было заправлено, сколько у нас было расходовано топливо, и исходя из этого у нас уже рассчитывается по средней из предыдущих заправок стоимость израсходов топлива. Расходы на запчасть учитываются при завершении документа ремонта, о чем мы с вами уже в принципе разобрали тоже. Вот амортизация шин узлов агрегатов здесь может быть два варианта. То есть в зависимости от типа агрегата учитывается либо при закрытии документа путевой лист, если выработка агрегата считается в километрах, либо при закрытии месяца, если у агрегата фиксированный срок полезного использования по аналогии как по транспортному средству. Аккумулятору часто как основному средству назначает срок полезного использования 36 месяцев. Все. И то есть его амортизация считается системой ТМС при выполнении операции закрытия месяца. И немного расскажу вам про механизмы по учету топливных отчетов. Если поговорить про корректировку стоимости топлива, здесь могу выделить несколько сценариев использования. Первое. Если автотранспортные предприятия используют топливные карты для заправок своих транспортных средств, то автозаправочная станция может выдавать чеки с указанием только объема заправки без указания стоимости топлива. В этом случае при закрытии путевых листов диспетчер указывает только количество объема заправки без возможности указать стоимость топлива. Тогда получается в этом случае у системы нет данных, чтобы рассчитать среднюю стоимость расходов горючей смазочных материалов по выполненным рейсам. Второй вариант возможно, что топливная компания указывает в чеке и стоимость и объем заправки. Но в следующем месяце топливная компания может назначить определенную скидку в зависимости от объема выбранного топлива в текущий месяц. ТМС Аксилот X4 обладает инструментами, способными выполнить загрузку топливного отчета за предыдущий месяц и скорректировать стоимость используемой ДСМ. То есть, понимаете, что мы в течение месяца, допустим, учитываем нулевые чеки, но по итогу, допустим, подошли к закрытию месяца, у нас информация непонятна, количество учитывали, движение по количеству здесь все есть, 100 единиц транспортного средства есть, а какая стоимость не израсходов. для этого как раз и предназначен этот механизм, чтобы при закрытии месяца руководитель автотранспортного предприятия мог снять отчет и увидеть всю статистику по расходу в плане расчета ДСМ. Так, следующие расходы это у нас прочие расходы, к ним можно отнести такие расходы, как аренда стоянки, офиса, закупка констоваров, закупка либо ремонт оргтехники, данные расходы нельзя зафиксировать при выполнении процессов перевозки, то есть, я как показывал вам, при учете либо там при постановке, либо при ремонте, либо при фиксации пикливых листов, нам эту информацию зафиксировать в этих документах негде, поэтому эта информация фиксируется отдельными документами и в основном как косвенные расходы. Отдельно отмечу такой вид расходов, как расходы будущих периодов. Данный вид расходов можно использовать для равномерного распределения затрат на фиксированный отрезок времени. Например, капитальный ремонт двигателя стоимостью 300 или 400 тысяч рублей является значительными расходами для автотранспортного предприятия. Если их учесть в текущем месяце, все это может очень сильно отразиться на итоговых показателях деятельности организации, тогда возникает потребность списывать эти затраты равными долями при закрытии месяца, что нам в комплексе позволит более плавно распределить затраты автотранспортного предприятия и не так сильно влиять на какие ключевые показатели, на ключевые экономические показатели деятельности автотранспортного предприятия. Итак, коллеги, мы с вами рассмотрели лишь некоторые ключевые функции Акселот МС в части управления собственным парком. Данные функции позволяют значительно повысить эффективность деятельности предприятия за счет снижения перепробега, потерь горючей смазочной материалов, снижения количества нерентабельных транспортных средств, повышение коэффициента технической готовности, сокращение труда, затрат механиков и диспетчеров горошей. Значит, в целом позволяет повысить надежность цепи поставок. Коллеги, у меня на этом все. Юля, я передаю вам слово. Так, коллеги, сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы. На экране есть контакты, можете написать или позвонить нам. Если вы про них вспомните, пишите к нам на почту. А сейчас спасибо вам за внимание. Хорошего вам дня. Всем крепкого здоровья и, коллеги, удачи. Спасибо. До свидания.